Приветствую вас на Wall Street Online и как вы уже заметили это видеозапись. По традиции мы начнем с экономического календаря и на следующей неделе нас ждут вот такие события. Япония считается в понедельник 8 июня. Во-первых, забыл поздравить с первыми днями летом. В понедельник отчитывается Япония по ВВП и выходной будет в Австралии в день рождения королевы. В вторник США отчитается по количеству открытых вакансий на рынке труда. Этот показатель в принципе уже не так актуален. Мы на этой неделе видели все данные по безработице США. В среду практически вся среда будет акцентирована на внимание на США. Первое запас сырой нефти. Потом решение по процедурной ставке ФРС в 21.00. Именно 21.00. Обязательно это событие отметьте у себя в смартфоне. Не пропустите. Ну и будьте в курсе особенно рекомендую в этот момент сразу не открывать позиции, подождать пока утихнет волатильность и уже затем принимать решение. Ну и будет пресс-конференция Федеральной земной системы в 21.30. Но это уже нас не так будет сильно волновать. Значит запас сырой нефти и фомка. Среда будет наверно самым ну вот важным днем на следующей неделе. В четверг уже будет число периодичных заявок на получение пособий по безработице. Ситуация ясна. Там вопрос там небольшие колебания. Думаю так быстро они не изменятся эти. Количество только может увеличиться и это будет уже предпредсказуемо. Пятницу 12 июня День независимости России. И это выходной день. Поэтому заранее планируйте свои уикенды. Они будут чуть-чуть больше. Длиннее. В Британии считается по ВВП. Это будет 9.00. И все. Следующая неделя среда. Вот самый вот тот день, который может толкнуть сильно цену. Создать сильную волатильность. Под конец контракта это не на руку. Либо уже нужно открывать на новом контракте. И те кто торгует допустим S&P. Рекомендую поглядывать сентябрьский. Там намного интереснее информация. Сейчас идет покупки. Прям последние несколько дней очень актуальны именно на сентябрьском контракте. Итак. Продолжим. Значит. Начнем мы с CL. Итак. Как мы предполагали. Было не исключение, что все-таки попробую толкнуть за 35. Это произошло. И в общем-то вся неделя была. Лето началось. На хороших покупках. Все 4 дня из 5 были за байерами. В пятницу будет достаточно предсказуемо, что будут фиксироваться по этому Дельта 1900. Хотя цена держится на пике, на самом максимуме, ближе к 40-й отметке. Соответственно. Мы берем ядро плотных покупок, которые сформировали вторник среда четверг. И это будет ближайший уровень поддержки, который наиболее актуальный. И это 36.8. Ну, в принципе, здесь до 37.8. Да. Вот этот весь бакс они очень плотно упаковали. По ликвидности, как видите, чуть ниже были плотные вбросы. 36.5, 36.8. Тоже можно взять. Ну, тут собрали толпу. А вот именно набрасывали покупки уже активно 37.35 и по 37.7. Вот этот уровень очень такой. На максимумах дней формируют покупки. Это тот самый почерк крупных участников, которые собирают встречку на максимумах дней. Соответственно, этот уровень в первую очередь стоит мониторить на подтверждение поддержки. По шортам, соответственно, 39 отметка пофиксились в конце недели. Ну, и на него, на этот уровень, собственно, 39 отметка плюс-минус 15 центов. Мониторьте на предмет возможной защиты. Но, так как держится на максимуме неделю цена, это в целом... Ну, байеры есть. И обратите внимание, на максимуме пятницы тоже идут покупки. Вот фиксация была вот в этом коридоре. Возьмите это на заметку. Идем дальше. Рубль. Итак, ждали-ждали. И обратите внимание, как началось лето на рубле. Открытый интерес еще на прошлой неделе начал набирать обороты. И вот они шли до 2 июня включительно. Затем пошел процесс фиксации. По дельте покупки. И у нас идет фиксация шортов. Вот 2 дня покупки идут по дельте. Соответственно, вот эти уровни в качестве поддержки. Ну, по стоку, по скоку. То есть, есть вот прецедент, что тут, возможно, еще открывались какие-то покупки. И последующая фиксация, опять же, позиции. И дельта на шорт давит очень жестко. То есть, 40 долларов CL. Соответственно, здесь как бы уже смелее себя чувствуют продацы. И идем к отметке 68. Очень и очень большим темпом. Давайте по ликвидности посмотрим. Ликвидность тоже была на подходящем уровне. То есть, рабочий даже чуть выше среднего повышенный объем. Ну, в общем-то, вот этот коридор мы возьмем в первую очередь. 71 по 70, даже 400 возьмем тестовый проверочный. И непосредственно, видите, да, очень много шортов по самому минимуму недели идет. Для этого мы сейчас на всех случаях перестрахуемся и посмотрим на ситуацию на споте. Обратите внимание, в первую очередь, на ликвидность. Немножко смущает уровень. Наоборот, 3,3. То есть, были дни по 5, по 6. А здесь, как бы так, вроде бы 70-69 проходим. Но объемов не так много было, как хотелось бы. И это очень, как бы, немножко смущает. На всякий случай, возьмите на заметку. По дельте сегодня 102 тонны в пятницу. И давайте посмотрим, где именно они-то сражались. Эти продавцы. 2 июня также были продажи, 19 тонн. Не фономально, но сам факт, что там дельта на шорт уже достойно внимания. Сейчас. Итак, пятница отличилась 68,7. Я уже отметил. Вот, два раза 31 тонна против 17. 3 июня 24 против 9. Прилично тут набросали. 3,4,30 против 17 и 13. Есть уровни. Их предостаточно рекомендую. При формировании сетки для торговли на рубли на следующей неделе. Обязательно посетите график кластерный. Именно. Спот Томик. У нас поставка завтра. 68,65. 68,7. Плотный коридор шортов. Оставили след. 68,74. 44 тонны. Итогово 26 и дальше уже поменьше было бы 11 и прочее. 68,4 тоже. 30 тонн против 19. 31 против 16. Это все сегодня. 21 тонна на 68,3 против 4. 6 против 3. То есть, два раза перевес. Вот в соседние цены 15 против 6,5. То есть, два раза перевес. Давайте поставим сейчас 150%. Вот они, эти ребята. Там чуть до 22% не дотянули. Я чуть понизил фильтрацию, чтобы не озвучивать эти уровни. А непосредственно почти на всем коридоре пятницы. Оставили след чуть-чуть больше, чем полтора-два раза перевес. Обратите внимание, в нижней части торгового дня. То есть, ближе к 68,5-68,3. В общем, есть агрессоры. Есть предпосылки. Также на возможное продолжение тенденции. Плотный диапазон 68,88 по 69. То есть, здесь не гиперобъемно, но плотненько. То есть, непосредственно практически каждый тик был заселером. Очень плотненько. 68,65-68,69. Вот этот коридорчик. Тут действительно был достойный коридор нашего внимания. Ну, солеры там отличились. 68,62. То есть, вот такие плотненькие диапазоны. И тут, естественно, уже повторяют свою активность с 3 июня. Уровень пока не расширили. Соответственно, у нас тут уровни поддержки, которые 68,3. И, да, вот 68,27. И, в принципе, даже вплоть до 68,38. Тут более, как бы, очаг вот таким образом можно установить поддержку. Это вот те диапазоны, которые могут повторно проявить вот эту поддержку, которую мы видим сегодня. То есть, ну, не осмелились дальше толкнуть. В принципе, пятницу, конец недели. Я думаю, повторная атака может быть 68,5-50 тонн. Ну, это я уже лихо. Но вот на этот диапазон я бы очень внимательно наблюдал. И последний блокпост 68,3,68,29. В общем, есть активность продавца. И это стоит учитывать. Так, это был рубль. Двигаемся дальше. Индекс доллара. Наконец-то он все-таки осмелился выйти за пределы своего очень продолжительного пинг-понга. 98,6 по соточку. Даже 100,5. Итак, на прошлой неделе уже были проверочные, тестовые прощупывания 98,5. И на этой неделе уже, наконец-то, они осмелились. Сразу с начала лета рванули на юг. И, в принципе, тоже вам советую в ближайшее время сделать то же самое. Только не на финансовом рынке, а на юг, к морю. Поехать отдохнуть с семьей, с друзьями. Так. Четыре дня на шорт абсолютно. 30,5 тонн. 4 июня. Закрыли на лоях. То есть, в принципе, здесь, как начали 26 числа. Ну, в принципе, вторую неделю уже идут на снижение. Близится экспирация и коррекционный момент под фонку в среду. В понедельник-вторник было бы, кстати, если была бы коррекция. То есть, хотя бы там до 98. Возможно, там попрощаться с 98.25, 98.40. Ну, вот фонка уже по волатильностью расставит все точки над И. Над И. Итак. Поддержку. Даже не поднимается рука ставить эти уровни в качестве поддержки. Здесь практически неплотные коридоры. Точечные, я бы так сказал. Это больше похоже на фиксации. Поэтому и не рекомендую их особо брать, как плотный коридор, с которого стоит стартовать на бай. По дельте у нас получается самое агрессивное было третье число. Здесь получается у нас 2 тонны из 25 прилично. Вот. И 700, 900. Ну, вот это самый тот, который выявился. Диабазон на сопротивление. То есть, агрессор. И видите, четвертое число там особо чуть-чуть буквально пощупали 97.65 и все рухнули. Вот. Соответственно, пока вы не увидите очень матерый маневр за 97.5. То есть, вот всякие колебания до этого отметки будут, в принципе, более такого манипулятивного характера. Идем дальше. Золото. И золото, наконец-то, немножко развеселило трейдеров. Дало какое-то движение. Итак, обратите внимание, что набор позиций еще продолжался. В конце мая и это лето у нас началось как раз движение на продажу. Второе, третье, четвертое и вот пятое тоже на минимуме. То есть, динамика очень открытая. И здесь два дня хороших были. Это вот второе, третье число. Идет небольшая фиксация позиций. 344 это пиковое значение было на первое. И вот к пятому у нас 333. Не сильно, но постепенно уже уходит. Выходит. Это нормальное явление. Особенно удивляет, что, то есть, ожидалось, что будет фиксация в конце недели. Но здесь, видите, продолжают активно давить продавцы. И, судя по всему, не успокоятся в ближайшее время. Попытки четвертого числа. Либо же попытки, либо же предварительная фиксация. Вот вдруг пятница будет выше, соответственно. Но, судя по давлению селлеров, немножко рановато зафиксились четверть, ребята. Так, по сопротивлению. Очень плотненько. От 17.00 по 17.07 можно смело брать. Это за счет третьего числа. Здесь просто агрессивный коридор селлеров. Здесь как раз и важные диапазоны, и важные выбросы. Полторушка, полторушка штука на 16.94. Это за счет вот этой, да, опять же, третьего числа. Там просто было больше всего ликвидности на этой неделе. То есть, у нас два дня шорт, потом ближе к нулевой. Но здесь нулевая, я вам хочу сказать, из 240К 8 тонн на шорт. То есть, если смотреть дельту без отображения объема, то это самая мощная дельта, которая была. Потом явно был сброс, вот эта нулевая по покупкам. И сейчас, видимо, еще продолжают гасить. Обратите внимание на стакан. Значит, текущая рыночная цена 16.83.6. Так. Где моя рисунка? Вот она. Помощница. Вот. Вот это значение и вот это значение. Выше рынка все отложенные ордера, заявочки. Значит, сумма 2133. Контракты отложенных заявок, ожидающих своей участи. Ниже цены 1098. То есть, в два раза меньше ниже рынка заявочек. Ну, вот за счет вот этих вот ребят, которые стоят плотненько 16.86. И они вот этот крен создают. То есть, в два раза перевес сложных заявок на цену и больше, чем... И это, в принципе, до 16.91 продолжается. Вот такой перевес по 3-4 контракта. Это было золото. Уровень ее отметил. В общем-то, будьте осторожны. И двигаемся дальше. У нас идет S&P. Безработица растет. Беспорядки. Абсолютный какой-то формагеддон происходит в США. А S&P двигается к 300-3200 уровню. Это сентябрьский контракт. Не удивляйтесь. Возвращаемся на июньский. В общем, сентябрьский мы увидели немножко будущее. Да, что будет в сентябре с этим индексом. И по S&P у нас идет вот такая активность. Обратите внимание, что вот те, кто верят в фундаментальный анализ... Ну, я ничего не имею против. Наоборот, только нужно обязательно его знать. То есть, нужно понимать сам процесс, механизм. И если торговать индексом, нужно разбираться в анализе акций, и фундаментальных данных. Это очень важно. Но здесь просто идет абсолютно против всех абсолютных каких-то законов, которые, ну, прям не укладываются в голове. Просто экономика вроде бы в абсолютной яме там. Но у кого станок печатный, тот и заказывают музыку. Я бы назвал это так. Растет объем с каждым последующим днем, вне зависимости от того, что происходит по инфо-сети средств массовой манипуляции. И правильное название это так. Тельта. Четверг был немножко... Явно было до загрузки. Часть зафиксили, и на пятницу еще немножко рванули. Напомню, что в среду в ОМК процентной ставки возможно будет без изменений, но на всякий случай будьте в курсе. Желательно знать вовремя. Если у вас открыты позиции, обязательно в среду будьте у станка, у своего терминала торгового ДСК. Держите руку на пульсе. Вдруг будут изменения какие-то или новые программы смягчения. Еще пару триллионов долларов. Они их могут напечатать сколько угодно, выливать в экономику. Ну, в общем, потихонечку скупают разные страны. И посмотрите, финвиз за три месяца. Вот, три месяца, в принципе, показывают общую картину. Результат пандемии, этой всей коронавирусной лихорадки. В Китае таких прям сильно просивших компаний нету, кроме Петерчайна. За счет того, что нефть ушла на низкую цену. Все Alibaba, все в зеленой зоне, все положительно, все отлично. Никаких особо просадок по СНП тоже нет. Очень хорошо выросли фармацепты, разные фармы, страховые и так далее, и так далее, и так далее. А вот, так что, кому война, кому мать родная. 18 июня будет тренинг по типам ордеров, механизмам ордеров, сложные ордера, сложные приказы, стопы, плавающие стопы. Ну, в общем, все, что нужно для правильного открытия позиций и максимально эффективно использовать настройки сложных ордеров, понимать, как они срабатывают, как они взаимодействуют, какие ордера с кеми сводят, кто в приоритете, кто первый идет по списку, кто стоит в очереди, почему нельзя двигать стоп-лосс, менять стоп-лосс, стейк-профит тоже. Это все будет на тренинге. 18 июня старт. Спасибо за внимание. С вами был Мишлемах. Вопросы оставляйте под видео. Обязательно в течение суток постараюсь лично ответить. Ну, уже на протяжении недели ответит Роман, либо же какой-то другой менеджер. Встретимся в следующую пятницу. На следующей пятнице начнем подводить итоги. Рейтинг трейдеров. Также захватим несколько акций. Посмотрим за год историю. Проделаем анализ такой акций, как Сбербанк, Роснефть. Будут интересны для... Какие акции вы бы хотели посмотреть на следующую пятницу? Оставляйте в комментариях под видео. Хороших выходных, теплого лета и всего хорошего. Пока.